Всем привет! С вами Ирина. Под вчерашним видео девушка задала вопрос, как же поживает моя Согу Юкидан. Растение чувствует себя хорошо. И я действительно проштрафилась и немножко долго не показывала вам это растение. Но растение это очень подросло. Я думаю уже заметно. Вы посмотрите какие у нее большие листики. Если сравнить с рукой моей, ну прям как ладошка листик, даже больше. Вот такие вот огромные листики. Растим мы очень хорошие корешки. Она у меня была аж посажена в чуть-чуть меньший горшочек. Я ее пересадила. И пока что мы, ну как бы скажем так, на стадии наращивания корней. Потому что для этого горшочка у нас еще недостаточно корней. Но растение, вы видите, в стадии такого хорошего еще роста. Мы растим листики, корешки. Вот посадила я уже в 12-й горшок. 12-й горшок это вот в объеме мы меряем с одной стороны до второй стороны. Вот здесь вот у нас должно быть 12 сантиметров. Вот это означает, что это 12-й горшок. Очень много вопросов задают. Что такое 9-й горшок, что такое там в 8-м горшке, например, в 12-м, в 10-м. Вот это как раз таки и значит, вот сколько сантиметров от одного краешка до второго. Вот. Так что растение подросло, конечно, очень. Я думаю, что многие помнят это растение. Какое я его купила, какое оно ко мне пришло. Это было совершенно такое вот небольшое растение, скажем так, подросточек. А сейчас вот посмотреть на это растение. Это такое уже взрослое растение, скажем так. Такое же приличное. Вот. Единственное, что я думаю, что вы помните, оно у меня немножко как бы на бок заваливалось, это растение. Я ставила палочку. И палочку сейчас я убрала. И поворачиваю вот таким вот образом к свету. Таким образом, чтобы вот этот вот листик тянулся к свету. И понемножку, понемножку растение держится. То есть наша розеточка не заваливается на бок, а как бы получается, что поднимаются, тянутся листики к свету. Вот. Так что иногда можно даже немножечко как-то и, зависит от того, как поставить растение, можно и отрегулировать, конечно же, в какую сторону будут расти листики. Крутить растение, вы знаете, что нежелательно, потому что вот эти наши листики, они могут просто потом крутиться в разные стороны. Вот она у меня стоит вот таким вот образом, повернутая к свету. И вы видите, что все четыре листика имеют очень хороший доступ света. И задние листики, и вот эти вот уже первые. Корни у нас отличные. Корешки очень даже, растение укореняется, пускает вниз корешочки. Я специально вот показываю вам после полива растения. То есть я растение полила немножко по краю горшка. Поверхность мха я опрыскиваю. Многие знают, как я это делаю, уже не один раз показывала. Просто вот так вот раз и опрыскала. Водичка у меня стекает немножко вниз. Если даже не стекает, значит я немножечко сюда наливаю воды. Я думаю, что вам видно. Если не видно, я вам сейчас покажу. Там буквально вот чуточка-чуточка вот. На дне немножечко в тарелочке, чуточка водички. Для чего я это делаю? Но я наливаю водичку только в хорошую погоду. То есть если пасмурно, вот этого делать категорически не нужно. Потому что это первый шаг к тому, что ваши корешки пострадают. Но в большинстве случаев они, конечно же, сгниют. Поэтому делать такое я не рекомендую в пасмурную погоду. Желательно это делать в хорошую погоду. Даже если не солнечно, но светло. Тогда мы можем налить чуточку водички. Что нам это даст? Нам это дает влагу снизу. Поэтому наши корешки будут укореняться непосредственно в горшочек. Я уже очень много раз об этом говорила. И очень много все равно на эту тему вопросов. Поэтому я еще раз вам показываю и рассказываю. Те, конечно, кто уже знают, вы меня извините, что я повторяюсь. Но очень много приходит и на канал, и в группу новичков, которым это все очень интересно. И, конечно же, нужно потратить очень много времени, чтобы посмотреть все видео и стать умными, скажем так. Вот. Поэтому я чуточку наливаю водички. И вы видите, как наши корешки, они просто все направлены вниз. Но есть и такие, которые не хотят направляться вниз. И это абсолютно нормально. Это не проблема. То есть, ну вот так вот корешку хочется расти вверх. Но мы видим, что корешочек, видите, окончание у нас такое, да, молоденькое. То есть, ну, корешок у нас как раз в такой стадии роста. Так что вот так вот выглядит моя орхидеюшка. Сого Юки Дан. Ждем пятого листика, ждем цветения. Но пока что мы растим листики, растим корешочки. Мы уже такие большие-большие. Вот. Я думаю, что после того, как у нас вырастет уже пятый листик, вот тогда уже у нас может быть, может появиться цветонос. Но, опять же, это все очень и очень индивидуально. Хотя, если посмотреть на растение, то вполне уже можно сказать, что это растение уже размера цветения. Но вот когда оно зацветет, это, конечно, неизвестно никому. Так что приблизительно сроки мы можем поставить. Но точно сказать, что вот это растение зацветет вот ровно через месяц, такого, конечно, не будет. Поэтому цветение мы с вами ждем. Ждем, когда у нас еще начнет расти еще один листик. И когда будут еще какие-то изменения, я вам покажу это растение. Это растение у меня стоит. Я его никуда не деваю. Все у нас хорошо. Вот. Корни растим, листики растим. Так что, в принципе, такого вот, ну, чтобы часто показывать это растение и что-то рассказывать за него, я особо и не вижу смысла, потому как, ну, вы видите, что мы пока что укореняемся. Для того, чтобы растение укоренилось, ему, конечно же, на это нужно время. И достаточно немало времени. Вообще, даже, чтобы подросток немножко вырос, в любом случае нужно удобрять, постоянно поливать. И тогда растение вырастет. Ну, в любом случае, нужно терпение. И еще раз терпение. Терпения у меня хватает. Так что, будем ждать цветоноса. И как только у нас появится цветоносик, я вам обязательно покажу. Потому что оно, еще раз повторюсь, не вижу смысла, ну, достаточно часто вам показывать это растение, потому как, ну, мы просто растим корни и листики. Так что, если у кого-то будут еще какие-то вопросы, задавайте под видео, пишите. Я время от времени просматриваю все ваши вопросы, по возможности отвечаю на ваши комментарии. Но хочу еще напомнить, что если у вас есть какие-то вопросы в плане своих растений, огромная просьба не писать под видео, а писать непосредственно в группу. Почему? Потому что здесь в комментариях невозможно добавить ни фотографию, ну, то есть абсолютно не видео, к примеру. Ну, ссылку можно добавить, да, но имеется в виду, вот фотографии вставить невозможно. Поэтому, если у вас возникают какие-то вопросы, под этим видео и под всеми остальными видео есть описание внизу. В этом описании есть ссылочки на группы, на группу ВКонтакте, на группу Фейсбук. И вы всегда можете написать туда свой вопрос, добавить фото, и вам непременно ответят. А я буду с вами прощаться. Огромное вам спасибо за внимание. Подписываемся на канал, ставим лайки. И до новых встреч. Пока-пока.